Итак, весна в этом году начинается довольно аккуратно. Днем все тает, ночью подмораживает. Однако большая часть снега еще лежит, да и жаркие деньки еще впереди. Но это значит, что традиционных весенних потопов нам не избежать. С особенной грустью паводка ждут на улице Ухтомского. Подводная жизнь для жителей там – традиционная весенняя беда. Екатерина Вологина с ними пообщалась. Это уже все, это уже снега, снега, вода пошла. А потом попадет бунтовая подходит. Дорогу к дому Любовь Комарова прокладывает кирпичами. Уже сейчас талая вода подошла к порогу. Через пару недель, когда о себе дадут знать и грунтовые воды, затопит подвал. Вода будет стоять на полу. Вся надежда на прошлогодний ремонт. Это земля, а это полы подняли уже, потому что у нас двери открывались, прямо можно сказать, по земле. Сантиметров 40-50 подняли. Жители улицы Ухтомского вспоминают, что много лет назад в конце каждой улицы были канавы, куда истекала талая вода. Но теперь траншеи давно засыпаны, поэтому все, что тает, подходит к дому. Наступление большой воды замеряют по состоянию погреба. У каждого члена семьи у нас есть пар сапог. Это вот мои, мамины, дома папины и галоши. Резиновые сапоги весной приходится надевать даже дома, а на улице без непромокаемой обуви вообще нечего делать. 30 сантиметров. Вот такая нестандартная лужа. Такое болото на улице Ухтомского образуется ежегодно. Автомобилисты по этой проезжей части ездят в случае крайней необходимости, да и то рискуя оставить в воде, например, свои номера. Между тем, путь с одного берега на другой – это единственный пешеходный переход. Ну вот там еще разбито там демо. Меня вот сейчас чуть не зачеркнуло. В зоне риска более 1300 населенных пунктов, 326 районов Приволжья. В городе наиболее подвержены угрозам районы нижней части – Канавинский, Московский и Сурмовский. Вскрытие рек будет ближе к апрелю, закончится половодье уже в мае. При отметке 72 метра на Волге ситуация в городе может ухудшиться. Сейчас в Нижнем уже созданы 8 противопаводковых отрядов, наготове 254 единицы техники. Весеннее половодье ожидается и в границах Горьковской железнодорожной магистрали. К концу марта здесь будут проходить противоразмывные поезда. Все действующие объекты метрополитена в настоящее время оборудованы автоматизированной дренажной системой. Она предназначена для откачки. Значит, метрополитен имеет квалифицированных специалистов для выполнения этих задач. В этом году в Нижегородской области высота выпавшего за зиму снега на 15 сантиметров превысила норму. Но из-за плавного потепления никаких чрезвычайных ситуаций пока не ожидается. Паводок будет не выше среднего, даже может быть чуть-чуть ниже. Потому что видите, какая весна? Она ранняя, она медленная. У нас с вами температура днем тепло, ночью подмораживает. Днем немножко стаяло, ночью процесс приостановился. Опять днем немножко стаяло, приостановился. Мы постепенно срабатываем тот снег, который есть. Уже на этой неделе начнутся смотры сводных спасательных отрядов. О проблемах во дворах можно сообщать по телефону 005. А пока воду не откачали, фотографировать городской закат на море. Екатерина Вологина, Александр Патраков, Служба новостей, город.